Дарова, братаны, вы на канале Диуфплей, меня зовут Евгений, это Морозный Поцелуй, и сегодня мы будем проходить уже рут Ульянки. Ну а если чё, я это всё записываю одним махом в один день. Мне пизжа, вы будете смотреть по чуть-чуть. Ну что, погнали! И как всегда на перемотке. Перемотка это наше всё, спускаемся к Ульянке. И чё, так как мы её хотим сегодня зашампурить, остаемся пускать фейерверки. Может действительно остаться? Алис, ты иди, а мы тут пока батарею подготовим. Я ткнул пальцем в пакет с торчащими из него цилиндрами фейерверков. Нет, ты точно отмороженный какой-то? Она фыркнула и, нарочито резко развернувшись, пошла к подъезду. Ну что, добилась? Теперь я отморозок. Ульяна в ответ только засмеялась где-то за моей спиной. И шею моментально обожгли миллиарды ледяных игл. Ах ты, рыжая! Я не оборачиваясь, аккуратно склонился, прикрываясь от летящих одной рукой, а другой зачерпнув... От летящих? От летящих кого? А другой зачерпнув немного снега в горсть и быстро скатал маленький снежок. Нет, ну я так не играю. Она не давала мне развернуться, целя каждый раз в голову и нередко попадая. Нет, ну ты прекратишь уже, а? Не-а! Стоило ей отвлечься буквально на секунду, и в два прыжка заснеженные кусты стали моим укрытием. Баталия закипела еще яростнее. У ворота от снежных снарядов здорово помогли мне согреться. И уже и не жалел, что не пошел с Алисой. После очередного меткого попадания по яркому пуховику из-за елки... Елки раздалась обиженная. Не, ну так не честно! Еще скажи, что я поддаваться должен был. Да! Она вышла из-за елки, обиженной глядя на меня и уперев руки в бока. Ее расстроенный вид был настолько забавным, что улыбка сама собой появилась на моем лице. Да не дуйся ты, ну подумаешь, снежком попали. Ладно, пойдем петарды пускать. Ее откучивость меня порой просто поражала. Вот только что она буравила меня обиженным взглядом, и минуты не прошло, как она уже предлагает мне позаниматься какой-нибудь ерундой. Эх, пойдем. Ииии! Ульяна быстро отбежала от очередной алюминиевой банки из отверстия, в которой и струилась тонкая ниточка слезободыма. Через секунду с резким хлопком несчастный кусок алюминия разорвало на части. Ну, ребёнок, честное слово. Даже несмотря на то, что Ульяна училась на первом курсе, её развлечения невозможно было назвать обычными. По рассказам других девушек, она всё время занималась какой-то ерундой. Кажется, даже сама вызывалась быть вожатой в лагере. Ульяна вожатая! Перед моими глазами моментально появлялся её образ в пионерской форме. Слышался её голос, строго отчитывающий малышню. Я не сдержался и засмеялся. Ты чего? Да вот думаю, почему некоторым личностям всё петардами не надоедает кидаться. Ульяна с удивлением посмотрела на меня. Да ты чего? Это же весело! Ну и чё тут весёлого? Просто взрыв, да и банку на куске разносит. Можно осколком глаз себе вошибить. Давай больше не будем, а? Я волнуюсь. Ульяна протестующе замахала руками. За себя? И за тебя. Ну раз за меня волнуешься, то больше не будем. За её спиной прозвучал ещё один взрыв. Так, я нахмурился. Надо же было как-то надавить на своенравную девчонку. Да всё-всё, это последнее, правда-правда. Я протянул руку, и Ульяна с горестным выражением лица сыпала оставшиеся боеголовки мне в ладони. Ты вправду такой скучный. Ну и чем мы тогда заниматься будем? Я открыл баларот, чтобы сказать, чтобы хоть что-нибудь предложить, но захлопнул его, потому что предлагать-то было нечего. Никогда не представлял, чем можно заниматься зимой на улице, кроме перемещения между магазином и домом. И опциально учёбой. Давай будем... Давай будем... Снеговика лепить. Я снисходительно посмотрел на неё. Мне, по-твоему, 10 лет? Во что? По-моему, это весело. Она молча села на корточки и начала скатывать мягкий снег. Я стоял рядом и с любопытством наблюдал за её потугами превратить снежный ком в некое подобие шара. Ну ты не стой тут, а помогай. Глупости какие-то. Детский сад. Ну скатаем мы несколько шаров, поставим их один над другой. И что? Ульяна разогнулась и очень серьезно посмотрела мне в глаза. Посмотри. Это всё. Всё честь нового года. Подарки, снег, бой курантов, Дед Мороз. Это всё Новый год. Я не понимаю, почему ты настолько унылое существо. Что случилось в твоей жизни, что всё веселье из тебя выжили? В том-то и дело, что ничего. Ничего не произошло. Потому я и такой. Сам не знаю, правда это было или нет. Но почему-то хотелось верить самому себе, что причины моей пассивности выз... Что причины моей пассивности вызваны самой жизнью, а не лично мной. Ведь всегда приятно знать, что виноват кто-то другой. Ульяна пнула скатанный ком из снега ногой. И тот расшевелился. Развалился. Она развернулась и направилась к подъезду. Я застыл на месте. Секунду назад я готов был сам уйти, а теперь... Теперь мне стало ужасно обидно. Обидно на себя за то, что я такое ничтожество. Не могу даже сделать вид, будто мне весело, чтобы не обижать девушку. В груди появился какой-то тугой, но неприятный ком. Комок. Если даже Ульяна обиделась, я точно сделал что-то не то. Да еще и в праздник. Для нее он много значил. Пусть я и не испытывал таких же чувств, но уж точно не хотел никому его портить. Я присел перед развалившимся комом и попытался собрать его воедино. Кое-как это удалось. Затем я начал толкать его по земле, аккуратно подравнивая стороны. Ком уже постепенно начал превращаться в шар. Ну ты где? Она обернулась и увидела, как я кряхтя наматываю круги по двору. Чего стоишь? Давай второй делай! Ульяна недоверчиво приблизилась и, не сводя с меня глаз, начала лепить второй шар. Попыталась его покатить, но внезапно поскользнулась на льду и упала носом прямо в снежный ком. Когда она поднялась, вид у неё был настолько забавный, что я не удержался и преснул от смеха. Очень смешно! Но лицо её выдало. Спустя секунду она тоже не выдержала и захохотала. Потом слепила снежный ком и ловким движением запустила мне его прямо в лицо. Снег попал прямо в открытый рот, отчего стало ещё смешнее. Отсмеявшись, мы, улыбаясь до ушей, продолжили катать шары. Шары Семёна. И вот перед нами стоит нечто из трёх снежных сфер. С руками, поддерживающими толстые пузо. Вместо носа мы воткнули снеговику палку. А невесть, откуда взявшиеся шишки, стали глазами. Была бы у нас морковка... У Семёна есть морковка! Была бы... Настоящая классика. Ещё метло и ведро на голову. Я стоял рядом с Ульяной и смотрел на это снежное чудо. И вдруг стало как-то так весело и тепло. Как будто я вернулся в детство, когда мы гуляли и играли в снегу с родителями. Ульяна посмотрела на меня, а я взял её за руку. Просто почему-то захотелось подержать кого-нибудь за руку. Это действительно было как в детстве. И снег так же сыпал с неба. И ёлка горит во дворе. И снеговик. И чья-то рука, которую можно сжать. Я взглянул на часы. Время приближалось к Новому году. Я кивнул Ульяне на фейерверки. Кивнул Ульяне на фейерверки. Давай запустим, когда пробьёт 12. Давай. Сказала она и тепло-тепло улыбнулась. Часы в телефоне отчитывали последние мгновения до этого странного полного загадок. Потери находок, радостных и не очень моментов года. Ульянка подскочила, дернув меня за рукав. Пора. Пора. Она достала из кармана коробок спичек, подскочив к подготовленной артиллерии. Пять. Четыре. Ульяна поджигала фитиль за фитилён. То и дело, чертыхаясь и ломая спички. Три. Два. Последний фитиль загорелся, сцепляя искроме на землю. Один. И ровно в первую секунду нового года ночь над нами расцвела яркими огнями, похожими на дивные цветы. Красный, зелёный, золотой, каких тут только не было. Смотри, смотри. Она подбежала ко... подбежала ко мне, снова схватила за руку и показала в небо. Хоть это и было совсем необязательно, я тоже был заворожен зрелищем. Что же всё-таки особенного в этих огнях и в этих снеговиках? Почему именно в этот день они заставляют пробудиться ото сна, стряхнуть пыль и провести по сторонам души? Глядя на Ульяну, становилось понятно. Я просто слишком сильно загнал себя в свои же рамки уныния и одиночества. Может стоит сломать эти рамки и научиться заново радоваться самым простым вещам и хоть иногда побыть ребёнком? Из чего-то приоткрытого окна доносился бой курантов. Ульяна закричала «С Новым Годом!» и неожиданно чмокнула меня прямо в небритую щеку. Тут же смутившись своего внезапного порыва, она потупила взгляд и отпустила мою руку. «Извини!» «Ты чего?» «Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-что!» она покраснела и практически сравнявшись с оттенком щек со своей рыжей «Сравн...» «Практически сравнявшись оттенком щек со своей рыжей шевелюрой». «От ее смущенного вида мне внезапно стало так тепло-тепло!» Я взял её за руку, поймав удивлённый взгляд. Да ничего страшного. И наклонившись, чмокнул в ухо и сказал. С Новым Годом! Ей, ещё один рут пройден! Ну, такую поздравствовавшую ульянку я бы от самое того дам. Думаю, и все от самое того. Хотя некоторые и мелкую ульянку это самое того. Но мелкую не ок, это подсудное дело. А вот взрослую можно. Да и симпатичную её тут сделали. Что ж, завтра у нас последний рот. Новый Год. Ну что ж, на этом всё. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok